— Тогда, если Артем Константинович и Екатерина Олеговна готовы, мы бы перешли тогда сразу к их докладу. Я напомню, что доклад представит коллектив авторов. Артем Адрианов нам известен как аналитик Конститута международных исследований и проектный менеджер Центра внешнеполитического сотрудничества имени Примакова. За последний год мы очень тесно сотрудничали в этом качестве. Сейчас, тем не менее, он только в качестве аспиранта ДИМО в связи со сменой места работы. Но, тем не менее, он, соответственно, вот и уже появился. И Екатерина Олеговна Кибальчича выступает с его соавтором магистром прикладной математики и информатики Ньюшет, что, я думаю, даст нам очень интересную, необычную перспективу. И мы сможем задать вопросы самые разные, касающиеся и прикладных аспектов того, о кого же считать технологической элитой и почему. На этом я тогда передаю слово нашим докладчикам. Пожалуйста, коллеги, вам слово. Да, коллеги, мы бы хотели начать наше выступление, которое посвящено технологической элите Саудовской Аравии, его коллективному портрету и профессиональным связям. И для вступления передам слово моей коллеге. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Действительно, прежде чем дать какой-то коллективный портрет технологической элиты, наверное, стоит упомянуть, о кого мы вообще понимаем под технологической элитой или ИКТ-элитой и кого мы, собственно, исследовали. Понятие ИКТ-элиты в современном контексте олицетворяет группу людей, которые стали катализатором инноваций и лидерами в области информационно-коммуникационных технологий. В Саудовской Аравии эта элита состоящая из предпринимателей, руководителей и политиков, и именно эти люди сыграли ключевую роль в стимулировании роста и развитии сектора ИКТ в стране. В связи с этим мы поставили перед собой два исследовательских вопроса, и мы посвятили наше исследование основным различиям в профессиональных траекториях представителей ИКТ-элиты и традиционной саудовской элиты, и также попытались найти ответ на вопрос, кто является ключевыми личностями, организациями, оказывающими наибольшее влияние на развитие ИКТ-сектора в Саудовской Аравии. Актуальность нашей темы подчеркивается стремительным ростом информационных технологий в стране. Сегодня при подготовке к докладу я решила посмотреть, а во сколько же оценивается эта отрасль, и оказалось, что рынок ИКТ в Саудовской Аравии оценивается в 154 миллиарда реалов. Если мы это переведем по сегодняшнему курсу к доллару, то это будет ВВП Бахрейна в 2022 году. То есть действительно это огромная отрасль. И учитывая стратегическое видение руководства страны, согласно которому информационные технологии играют ключевую роль в экономическом развитии, исследования приобретают особую актуальность. Оно позволяет глубже понять влияние данных технологий на экономику страны и их вклад. Факт того, что с развитием IT в стране управляет ряд ведомств под личным наблюдением наследного принца, передает исследованию стратегическую важность, так как это позволяет понять, как высшее руководство влияет на развитие сферы информационных технологий. И, наконец, наше исследование позволяет выделить руководителей сектора IT, которые являются потенциальным кадровым ресурсом для отбора будущих лидеров всей экономики страны. У нашего исследования есть также прикладное и научное значение. С точки зрения бизнеса оно дает возможность понять, как происходит процесс отбора лидеров отдельной отрасли в Саудовской Аравии, а также выявить ключевых личностей и организаций, что имеет непосредственную значимость для бизнеса, так как те компании, которые захотят сотрудничать с саудовскими компаниями, и поймут, к кому нужно идти, чтобы со всеми договориться. Одновременно с этим наше исследование имеет и глубокое научное значение. С помощью исследования мы расширяем понимание социальных и экономических динамик в информационном обществе на Арабском Востоке. И также стоит отметить, что предварительные результаты нашего исследования можно использовать и для других стран, то есть методология применима и к другим странам. В процессе исследования мы собрали данные, а именно биографии представителей ИКТ-элиты, доступные в открытых источниках, в частности, в соцсети LinkedIn. Затем определили факторы для анализа. Мы сошлись во мнении, что ключевыми факторами анализа будут город, работы, организация, отдел и должность, и годы работы. Стоит отметить, что мы также анализировали данные по образованию и вносили их в те же графы для упрощения процесса. Затем мы определили функцию расчета баллов отношений. Соответственно, если в один конкретный год люди учились в одном университете либо работали в одной компании на схожих должностях, то мы считали это как соответствие, как вероятность того, что, возможно, эти люди между собой были знакомы и пересекались. Затем мы оценили отношения для каждой пары объектов, то есть для двух людей, и построили сеть и проанализировали собранную информацию. Для того, чтобы более подробно рассказать о нашем исследовании, для начала мы бы также хотели рассказать о в целом экосистеме государственных ведомств и госкомпаний, которые занимаются развитием сектора IT и коммуникации в Саудовской Аравии. Здесь вы на этой схеме можете видеть общую систему госорганов и госкомпаний, который этим занимается, но мы бы хотели привлечь внимание к следующим выделенным органам. Во-первых, слева направо – это Саудовская организация по данным и искусственному интеллекту, созданная в конце 2010-х годов, кратко называемая САДАЯ. Она объединяет в себе несколько дочерних организаций, в том числе и Национальный центр информации, который является ключевым госорганом по сбору данных от саудовских граждан и саудовских предприятий, и поэтому нуждается в развитии технологий для анализа всех этих данных – данных о саудовских гражданах и саудовской экономике. Также ключевую роль играет Министерство IT и коммуникации, при котором существует комиссия по коммуникациям, космосу и технологиям – CST, которая является основным регулятором отрасли, занимающимся выработкой законодательства, рекомендаций и развитием рынка IT и коммуникаций в целом. И также большую роль играют некоторые госкомпании, которые, на первый взгляд, могут быть напрямую не связаны с IT-коммуникациями. Например, саудовская национальная нефтегазовая компания «Арамка», при которой в начале этого года была создана дочерняя компания «Арамка Digital» или цифровая «Арамка», и также через «Арамка» прошли многие руководители нынешнего IT-сектора Саудовской Аравии. Также большую роль играет саудовская телекоммуникационная компания, практически монополист на рынке телекоммуникаций Саудовской Аравии, и компания «Ильм», долгое время занимающаяся IT-услугами для саудовских министерств и других госорганов. И саудовская телеком-компания, и «Ильм» принадлежат публичному инвестиционному фонду, главному суверенному инвестфонду Саудовской Аравии, который выступает еще одним центром развития IT-технологий в Саудовской Аравии. Теперь же более подробно расскажем о том, чьи биографии мы анализировали. В нашу выборку попали 90 руководителей основных госорганов госкомпаний и частных компаний в Саудовской Аравии. 37 человек руководит различными госорганами, среди них сама комиссия по коммуникациям, технологиям и космосу CST, различные саудовские министерства, САДАИА и другие госорганы. 27 человек из госкомпаний, таких как Арамка, STC, различные фонды и так далее. Частные саудовские компании и зарубежные компании. При выборе этих руководителей мы руководствовались как полевыми исследованиями и разговорами с различными саудовскими руководителями IT-ведомств и IT-компаний, так и рейтингом ежегодно составляемым для топ-100 саудовских руководителей сектора IT и коммуникаций. Теперь мы бы кратко хотели рассказать о среднем портрете саудовского руководителя сектора IT и коммуникаций и сравнить его с представителем так называемой традиционной элиты Саудовской Аравии. Здесь мы можем заметить, что с каждой ступенью образования в Саудовской Аравии значительно снижается. Хотя в противоречии обычным стереотипам о том, что все саудиты учатся за рубежом, можно отметить, что большую роль играет образование на бакалавриате. Более 80% руководителей IT-ведомств получили его у себя в Саудовской Аравии. Еще меньше получили в магистратуре, около 30%, и еще меньшая степень кандидата наук. Что касается бакалавриата, то здесь стоит отметить, что существует два основных центра подготовки кадров для этого сектора. Это университет короля Сауда в Арияде и университет короля Фахда на востоке страны в Дамаме. При этом 50% закончили университет короля Сауда, то есть в стране существует всего два основных центра подготовки IT-кадров, а значит, этих центров на самом деле недостаточно. Существует кадровый голод в этом секторе, и поэтому появляются различные институты доп. образования, а саудовские госорганы заключают контракты с западными компаниями для развития IT-образования в стране. И также мы бы хотели обратить внимание на образование для руководителей, или Executive Education. Оно крайне популярно среди руководителей саудовской IT-отрасли, и наиболее популярно среди госкомпаний, таких как Саудовская телеком-компания, Арамка, Маадин, Ильм и другие. И особенной популярностью здесь пользуются западные бизнес-школы, в первую очередь американские, такие как Гарвард, MIT, Стэнфорд, и британские Лондонская бизнес-школа, и Лондонская школа экономики. И здесь можно сделать далеко идущее предположение о том, что получая образование в западных бизнес-школах, они, саудовские руководители, получают и большую западную бизнес-культуру, и поскольку этот сектор является приоритетным для развития экономики страны, многие его руководители в дальнейшем могут перейти в другие сектора саудовской экономики и руководить госорганами в этих секторах, и, соответственно, влиять на деловую культуру в саудовских госорганах в целом. Также мы решили взглянуть на то, как складывался карьерный путь саудовских руководителей сектора ИКТ, и взглянуть на их первое и второе место работы. И здесь можно заметить, что в начале 2000-х, когда начиналась их карьера, крайне популярна была работа в госкомпаниях, однако работа в госорганах была менее популярна, чем даже работа в частных компаниях. И при переходе с первого на второе место работы доля госорганах... И это нам говорит о том, что еще в начале 2000-х годов сектор IT и коммуникации не был приоритетным для саудовского государства, и поэтому госорганы не были престижным местом работы. Но с запуском программы «Видение 2030» это поменялось, и были созданы новые госорганы в этом секторе, и их популярность стала возрастать. Подводя итог к первому этапу нашего исследования, можно сказать, что саудовская элита в ИКТ-секторе отличается от традиционной элиты, то есть в первую очередь здесь нет представителей правящей семьи, в отличие от многих других секторов экономики. Здесь большую роль играет образование в самой Саудовской Аравии, в первую очередь на Бакалавриаде, но при этом очень популярное образование для руководителей в западных бизнес-школах, что может влиять на бизнес-культуру в целом. И также здесь большую роль играют частные компании, саудовские и зарубежные, в отличие от многих других секторов саудовской экономики, где большую роль играют государства и госкомпании. Теперь я передам слово своей коллеге для второй части нашего исследования. Да, затем мы после анализа построили сеть, как я уже упоминала в начале переписания методологии, и при построении сети мы использовали лувинский метод выявления сообществ. Если объяснить это просто, это способ нахождения групп или сообществ в сети. То есть здесь вы можете видеть сеть, сообщества, IT-элиты Саудовской Аравии, где каждая точка представляет отдельного человека, а линии между ними – это степень взаимодействия между этими людьми. И чем плотнее и ярче линия, соответственно, тем более активно, вероятно, происходило взаимодействие между этими людьми. Скорее всего, они долго вместе работали, либо вместе учились. Также стоит отметить, что здесь мы расположились наиболее влиятельных людей, у которых больше всего сильных связей в центре, а менее влиятельных и менее, скажем так, общительных расположили на периферии. Затем мы оценили то, как люди взаимодействуют друг с другом, какие у них есть степени связей. И в итоге сеть была разбита на группы, где связи внутри каждой группы сильнее, чем связи, в принципе, во всей этой сети. То есть такой подход нам позволяет выявить закономерности взаимодействия между людьми и понять структуру нашего социального общества. Вот здесь, как вы видите, они раскрашены разными точками. Это разные группы внутри одного большого комплекса IT-элит. И сейчас Артем вам поподробнее расскажет о том, из чего, собственно, состоят IT-элиты и какие там есть подгруппы. Да, в ходе нашего исследования мы видели или четыре основных группы, или четыре основных кластера, которые сгруппированы вокруг отдельной госкомпании. Соответственно, можно говорить о том, что существует четыре центра развития сектора IT-коммуникации в Саудовской арабе. Первый, естественно, сконцентрирован вокруг Министерства IT-коммуникации и его регулирующего органа Комиссии по коммуникациям, космосу и технологиям, ССД. ССД является основным центром экспертизы в этой сфере, и она является поставщиком кадров для различных руководящих позиций в других госорганах, поскольку, проанализировав биографию многих людей, мы увидели, что многие из них действительно прошли через эту комиссию и затем перешли в другие госорганы и частные компании. И также можно увидеть, что ключевую роль в этом секторе, в этой группе играет министр IT-коммуникации Абдала Ас-Сваха, биография которого, кстати, довольно нетипична даже для этого сектора. И именно благодаря нему в этот кластер попали две компании. Компания Cisco, американская IT-компания, руководителем которой по Саудовской Аравии долгое время являлся сам Абдала Ас-Сваха и его заместитель Хейса Малёхали. И также сюда попала компания Mobile, второй по популярности телеком-оператор в Саудовской Аравии, который также является сильным поставщиком кадров для государственных органов. Что касается связей самого министра, то, посмотрев на его биографию и его связи, мы можем увидеть, что и в целом на его позицию в общей сети, мы можем увидеть, что он не в центре этой сети, самый влиятельный игрок в ней, даже находясь уже в течение шести лет на своем посту. А это значит, что он получил свой пост скорее всего в первую очередь из-за личных связей с наследным принцем Мухаммедом Бен Салманом, который и определяет ключевые назначения. И это подтверждается интервью самого Абдала Ас-Свахи, который говорил о том, что он познакомился лично с Мухаммедом Бен Салманом, когда компания Cisco помогала организовать его турне в Силиконовую долину в США. И директор компании Cisco во время личной беседы с наследным принцем сказал ему, что в Саудовской Аравии представительством компании руководит талантливый руководитель и затем взаимодействовал с Мухаммедом Бен Салманом, и в конце концов назначил его на пост министра. Второй кластер сконцентрирован вокруг которая, по сути, является параллельным центром развития IT и коммуникаций, параллельным министерству и комиссии CST. Так что можно говорить о таких двух равнозначных центрах среди госорганов по развитию сектора IT и коммуникаций. Третья группа связана с Саудовской телеком-компанией и выходцами из этой телеком-компании, которые затем заняли должности в различных госорганах и в других частных компаниях в том числе. То есть это СТС, да, Саудовская телеком-компания, это отдельный центр развития IT и коммуникаций в целом. И четвертая группа связана с Арамко и публичным инвестфондом. Арамко достаточно сильный поставщик кадров для IT и коммуникаций, в первую очередь из-за того, что в ней работало много инженеров по электроинженеров, люди, которые начинали с позиций обычных инженеров компании, затем доросли до руководства какими-то определенными департаментами и уже перешли в руководство IT и коммуникаций в самые разные сферы, в том числе и в банковскую сферу. Поэтому Саудовские банки по своим кадрам тесно связаны с Арамко и с публичным инвестфондом. И в завершение второй части нашего исследования мы выявили наиболее влиятельных людей в сети по параметру степени посредничества. То есть в какой степени точки, которые эти люди занимают в сети, оказываются на кратчайшем пути между другими точками. И здесь, с одной стороны, очевидны, с другой стороны, неочевидные результаты получились. Конечно, среди топ-10 самых влиятельных людей оказался сам министр Абдала Асваха и его заместители, руководители других основных госорганов, таких как Национальный центр информации. Но первое и второе место заняли совсем неочевидные люди. Первое место занял Ахмед Аль-Хакбани, у которого есть свои собственные IT-компании, но который также является членом Совета директоров ряда саудовских госорганов и госкомпаний, таких как ACWA, это электричество и опрестение в Саудовской Аравии, это Саудовские авиалинии, Саудовская национальная ядерная корпорация и некоторые другие. И второе место занял один из руководителей Банка Сауди Франции, председателем которого раньше был Ясер Арумаян, нынешний директор публичного инвестиционного фонда. То есть существуют люди, которые имеют очень большое влияние в сети, не занимая каких-то руководящих должностей в конкретных государственных ведомствах, что тоже нам говорит о определенных особенностях саудовского IT-сектора в сравнении с другими странами. И, подводя общий итог нашему исследованию и отвечая на два исследовательских вопроса, которые мы поставили вначале, мы бы хотели сказать, что усредненный портрет элиты и КТ-сектора в Саудовской Аравии отличается. Вот обычные элиты, в первую очередь, здесь нет представителей правящей династии, и здесь мы предполагаем другая деловая культура, поскольку многие руководители обучались в западных бизнес-школах и работали в частных и западных компаниях в Саудовской Аравии. Также в госорганах в этом секторе работа стала престижной совсем недавно, еще в начале 2000-х годов большинство людей выбирали работу в частных или госкомпаниях, но с приходом наследного принца и запуском изменилось. Госкомпания по-прежнему имеет большое значение, оно скорее даже растет, и в перспективе и STC, и Арамка только увеличат свое влияние на секторы КТ в Саудовской Аравии. Но при этом при назначении на высшие должности ключевой роль играет не позиция человека в своей компании или в общей сети, а его личные отношения с наследным принцем, что иллюстрирует наглядно путь министра IT-коммуникации Абдуллы Ассвахи, путь которого крайне нетипичен даже для нетипичного пути ИКТ-элиты. Второй исследовательский вопрос относительно сети. Выводы по нему говорят нам о том, что существует четыре основных центра развития IT-коммуникации в Саудовской Аравии, которые сконцентрированы по ведомствам и компаниям. Соответственно, это Арамка и STC. Среди госорганов это Министерство IT-коммуникации и Комиссия по технологиям при нем и САДАЯ, орган по данным и искусственному интеллекту, напрямую подчиняющийся наследному принцу, в отличие от министерства, которое подчиняется как бы всему Совету министров, которым только недавно совсем стал руководить сам наследный принц. Среди госорганов есть признанные центры экспертизы, это комиссия CST, которая является поступщиком кадров для многих других госорганов, и также крупные госкомпании взрастили кадры для частного сектора, такие как ИЛИМ, МАДИН, Арамка или STC, и стали поступщиком этих кадров для госорганов. На этом мы бы хотели завершить наше выступление, и если у вас есть вопросы, мы будем готовы на них ответить. Также хотели бы в завершение отметить, что общую схему анализа и сбора данных мы взяли у наших коллег Адлана Маргоева и Алексея Токарева из Института международных исследований МГИМО, которые таким образом исследовали китайские элиты и связи между ними, за что мы их очень благодарим. Спасибо большое, коллеги. Очень интересный доклад с хорошей грамотной аргументацией. Прежде чем я не смогу побороть себя и задам вопрос про методы кластеризации, но технически хотелось бы мне их задать, но тем не менее не буду вспоминать свое политологическое образование. Борис Васильевич, пожалуйста, вам слово. Спасибо большое. Действительно очень интересный, насыщенный фактами и аргументацией доклада. У меня вопрос, вот два вопроса. Первый, вот насколько вот эта элита, которую вы рассматривали и которая как можно судить имеет такую связь и с западным миром, и с Соединенными Штатами. И вот насколько вот эта элита, как связанная и с наследным принцем, влияет на общую позицию Саудовской Аравии в развитии введения 2030 и в целом на политический курс, соответственно, экономический и политический курс Саудовской Аравии, насколько она выделяется от других элит, которые также влияют на эти тенденции, это первый вопрос. И второй вопрос относительно сотрудничества с Китаем, вот насколько китайские компании, также IT-компании и другие имеют какие-то связи, сотрудничество, каковы вообще взаимоотношения с этой частью элиты у Китая, у китайских и госструктур, и структур частных. Спасибо. Да, Парис Васильевич, спасибо, хороший вопрос. Первое, что касается влияния на политику Саудовской Аравии, то в целом можно отметить, что представители элиты все получали образование, если получали за рубежом, то получали его на Западе, либо США, да, у нас есть дополнительный слайд по их учебе в магистратуре, да, если они учились в магистратуре, то либо в Саудовской Аравии, либо США, Великобритания, Австралия, Канада. Да, это тоже показатель того, где они получают свое образование в целом в Китае, пока ни одного представителя Саудовской IT-элиты нету. Но если смотреть на текущую динамику, китайские компании получают большие контракты в Саудовской Аравии, тот же Huawei очень сильные позиции имеет в Саудовской Аравии, и активное сотрудничество проводится по линии научно-исследовательских институтов. То есть главная Аравия по IT-технологиям Кауст Центра Короля Абдалы по научным исследованиям, его во-первых возглавляет китаец, а в попечительском совете там большинство саудовской в целом политической элиты находится. В Каусте очень много китайских исследователей работает, и у него выстроены программы партнерства с китайским институтом, с институтом технологий в Гонконге и Шенчжинским университетом. При этом там же в Каусте создается главный арабский суперкомпьютер, который проектирует китайские компании. В саудовской элите продолжается по нашей биографии в присутствии другой компании, компания Алибаба. Она создала главную компанию по облаку данных в Саудовской Аравии, которая брендирована, как саудовская компания, называется Саудовская компания по облачным вычислениям, но по факту это технологии компании Алибаба, и в ее совете директоров присутствуют руководители многих саудовских госорганов. То есть, хотя они учились все на Западе, они, видимо, видят потенциал сотрудничества с Китаем и активно выстраивают с ним отношения. Пока что это не так сильно проявляется, но потенциал там большой. Спасибо. Спасибо большое. Да, Александр Иванович, пожалуйста. Спасибо. Я прежде всего хотел бы поблагодарить авторов доклада и за постановку темы, и за ее разрешение на высоком методологическом уровне. Что касается знания материала, это не редкость, а вот методология, которая позволяет выстроить материал и сделать выводы, это не всегда встречается. На мой взгляд, это очень здорово и полезно. Тем более, что тема, которую вы взяли, она более чем перспективна. Вообще, теория элит, она давно на Западе разрабатывается. И в данном случае применительно к Саудовской Аравии, одному из лидеров арабского мира, ну и одного из членов G20, конечно, это, так сказать, стоило бы рассмотреть. И в данном случае, я думаю, что было бы любопытно то, что у вас отчасти намечено было в докладе, это какое место занимает IT-элита в широком спектре саудовской элиты. Традиционной, а традиционной сейчас в чистом виде ее нет, сейчас нет шейхи племен, это уже, так сказать, позапрошлый век. Значит, это финансовая элита, промышленная элита, государственная элита, и вот IT-элита какое место занимает. Это все, мне кажется, было бы любопытно. Тем более, посмотреть не только на состав, на статичное состояние, но и механизм продвижения, то, что вот отчасти в Екатерининской части вашего доклада прозвучало, вот эти вот сети, которые образуются, как образуются эти сети. И еще одно соображение, связанное с образованием. Дело в том, что еще в 80-е годы говорилось о том, что вся высшая бюрократия Саудовской Аравии это выпускники американских университетов. В 70-е годы уже не только была налажена, ну, вся калька образования была взята с американской системой, а в 70-е годы начинается массовый поток саудовцев в американские вузы, ну, и вот, как вы сказали, в другие западные вузы. Таким образом, само по себе это уже тогда закладывалось основой западной культуры. и, так сказать, по личным впечатлениям, так сказать, саудовцами, так сказать, маломальски образованными и занимающими маломальски значимые места, ощущение европейскости очень ощутимого присутствия, несмотря несмотря на внешне традиционный антураж. Я думаю, что, так сказать, если вы будете продолжать это направление, то имело бы смысл здесь проводить также и сравнительный анализ. По сути дела, саудовскую элиту вы отработали, но можно взять, так сказать, элиты на ваше усмотрение и посмотреть, в данном случае здесь, как это происходит в странах не Запада, в странах, которые поднимаются, потому что элита – это авангард. Элита, недаром вопрос был зад Борисом Васильевичем, определяет политику, направление. И вот в данном случае любопытно, куда смотрит элита, на что она нацелена. Еще один момент, который вы не учли, как мне кажется, это такой у вас немножко технологический подход, что понятно, вы решали свои задачи, но для арабиста существенно и важно также традиционный фактор. Вот в данном случае саудовское общество, и, кстати, все-таки лучше, наверное, говорить не саудиты, а саудиты – это династия саудовцы. Так вот, саудовское общество традиционные основы очень живы, и нельзя исключать возможности, что традиционные силы поставят подножку вот этой самой архипередовой элите, как это произошло в Египте, где фундаменталисты, традиционалисты вышли из Каирского университета. Я понимаю, что это не задача, которую вы сейчас решали, но просто ваш доклад настолько интересен, что вызывает веер возможностей разные стороны, в которые можно было пойти. Еще раз желаю вам успеха. Спасибо. Спасибо большое за ценный комментарий. Мы действительно рассматриваем эту работу как, возможно, такой старт для более широких исследований того, как вообще формируется элита в Саудовской Аравии, как она меняется. Конечно, понятно, что сейчас это не племенные шейхи, и в министерствах в Маджлисе уже никто не сидит, и поэтому мы как раз хотели понять, как вот на передовом крае саудовской элиты это работает, да, вот в IT-коммуникациях, где очень популярно западное образование на уровне руководителей, но при этом есть какое-то понимание собственных интересов, и по тому, куда она смотрит, тут можно было бы, наверное, проанализировать там поездки министра IT-коммуникации или руководителей IT-компаний, куда они ездят, что они посещают, что они смотрят. Также у нас была задумка в определенный момент как-то добавить в наш анализ базы какие-то семейные связи, посмотреть у кого какие фамилии, какие племенные связи могут быть, но пока что мы не придумали, как это операционализировать и посчитать. Может быть, Катя что-то тоже сможет. Антон, я хотел бы дать, плацдарм у вас есть, но поглянитесь назад, еще в 70-е, 80-е годы в Лондоне выходили справочники, кто есть кто в Саудовской Аравии. Вы скажете, что, ну, подумаешь, это доисторические времена, но семейные связи, которые вы упомянули, это вещь очень серьезная. Посмотрите просто по литературе еще. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Александр Иванович. Коллеги, есть ли еще вопросы? Я могу только присоединиться к комплиментам о законченности доклада. Мне очень понравились выводы, они вполне, так сказать, соизмерялись с теми задачами, которые ставились в начале, поэтому, коллеги, большое спасибо за именно такой показательный, да, такой пример очень грамотного использования кластерного анализа и его интерпретации данных. Мне интерпретация показалась вполне всеобъемлющей. Скажите, пожалуйста, а вот можно ли каким-то образом говорить о значимости, важности более низкого сегмента менеджмента этих компаний? То есть уровень элиты это только топ-менеджмент, да, их замы или же может быть значимо проанализировать у людей на уровне ниже? То есть что с вертикальной мобильностью внутри компании, да, насколько она в данном случае может восприниматься как канал рециркуляции элиты, то есть канал пополнения элиты? Да. Да, вертикально. Екатерина, мне кажется, хотела ответить. Да, ну, во-первых, я хотела сказать про анализ во времени. В одном из вопросов упоминалось о том, что стоит ли проанализировать, как меняются сети и как они изменяются, да. В общем, действительно есть такой метод, это называется темпоральный анализ сетей, то есть когда мы, грубо говоря, не снимаем картинку в конце, как мы это видим сейчас, а берем картинку каждый год или каждые пять лет и смотрим, как меняются определенные точки, какие появляются, какие соединяются, какие разъединяются. Такой метод действительно есть, единственное, что в целях скажем так, презентации, во-первых, немножечко сложно его изображать, то есть для этого нужно какую-то двигающуюся картинку составить, вставить ее в презентацию не представляется возможным, и в общем, действительно, такой метод есть, но технически он не совсем нам тут подходил, и что говорить о, что касается рециркуляции лет, действительно, это очень важный и интересный вопрос, и в целом в рамках этого исследования ввиду ограниченности ресурсов временных и наличия только четырех рук, которые собирали данные и анализировали их, мы проанализировали только 90 руководителей и взяли руководителей и топ-менеджмент как такую наиболее репрезентативную выборку, чтобы проанализировать элиты, но действительно более младшие сотрудники имеют большой интерес в этом плане, то есть можно было бы посмотреть то, как люди двигаются внутри конкретных организаций, куда они переходят и как они растут в должности, это очень скажем так частый задаваемый вопрос в анализе сетей, который можно применить и конкретно этому случаю к Саудовской Аравии, но вопрос только в том, где мы наиболее вопрос как бы доступности данных и возможности их сбора, но в целом действительно можно проанализировать и можно сделать что-то такое более растянутое во времени и с большим количеством точек. Я бы еще добавил кратко, что действительно вопрос доступности данных здесь крайне сложный, потому что по элите сектора ИКТ данные мы довольно легко смогли найти, по другим секторам экономики они могут быть крайне фрагментарными. И второе добавление, что касается роста внутри компаний, то это по моим наблюдениям чаще всего было характерно для госкомпаний. То есть было несколько примеров в нашей выборке, когда люди всю жизнь работали в Арамко или всю жизнь работали в СТС. Такое не характерно для частных саудовских и тем более частных западных компаний, где ценится количество громких имен, в которых работали люди и тем более не характерны для госорганов. Саудовских люди часто переходят с одного госоргана в другое, а вот почему-то в госкомпаниях они успешно растут и это такой по-прежнему актуальный социальный лифт остается. Ну то есть для интерпретации данных все равно надо иметь в виду элементы связанные с бизнес-культурой, страновой бизнес-культурой и получается даже там, где трудно наверное принять это, но бизнес-культура она на страновом уровне, в странах таких как Саудовская она тоже существует, она сложилась и она наверное тоже требует особого описания, особого изучения в рамках востоковедных студий. Субтитры создавал DimaTorzok